Как бы народ Украины ответил депутатам? То есть как бы народ хотел свою жизнь показать для депутатов Верховной Рады? Вот наоборот, чтобы журналисты поехали в народ и показали депутатам, как живет простой украинский народ. И вместо программы кэш-тест мы сняли программу трэш-тест. Внимание на экран. Депутаты покажут те, что ховали за семома замками. Потому что двойко дуже непростых ведущих наполягали и вымакали. Быстрее, 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 это уйдет, уйдет бабушка. А можно зайти к вам в дом? Нема там на что смотреть. В початку нардепы думали, что это жар. Это жизнь мрёвку потрогать. Недавно 50-100. Потім гнивалися. Да пошли бы и нахуй. И, срештою, отмолвались. А кто не зайдет к вам в дом? Замыть, вы тоже узнаете все. Мы покажем вам, как живет простой народ. Твою мать. Нас куда вообще привезли? Мы анализуем электронные декларации и едем в гости. Паня и панова декларанты показывают нам, как они живут. Мы же ставим незручные вопроса и находим или не находим то, что в декларациях не означено. А мало бы там быть. Сегодня мы вам покажем то, чего вы раньше не видели. А если и видели, то не вы. Откроем, неоткрываемое. Расскажем, а не рассказано. Вступим. Дорога тут, звісно, треш. Але подивіться, куди вона мене привела. Щоб я так жил. Чтоб вы так жили, уважаемые слуги народу. Твою мать. Каке нахуй телевидение, бля? Пане Бориславе, доброго дня. Доброго дня. Мы до вас с инспекцией. Чи готовим нас принять? Разве тут? Значит, уже безладко. Ну, мы же с вами договаривались через кума брата свата вашей свекрови. А? Загадал. Николай, исконний селянин. В третьем поколении. Имеет ноль высших образований. В профессиональной деятельности сторож. Денежные активы составляют минус 73 гривны 57 копеек. Должен Ленке. Магазине на углу. Борислав Розенблат. Народный депутат. Крошевые активы депутата и его дружины складывают понад 100 миллионов гривен. Я в шоке. Я ожидал, что вы живете в каком-то своего рода царском селе. Как вам живете в таком районе? Дуже добре, среди обычных людей жить. Как вы здесь вообще живете? Да как, как? Звичайно, среди простых людей живу. Знаете, хотел, чтобы в селе была какая-то запоминающаяся архитектурная споруда. Ну и как же вы на это все заработали? Что там за работа, мала? Добрый шатон и пропил. Дивлячись на этот овал позаду, это все нагадает такой американский круглий кабинет. Ну, все, мне вот это ватер-клозет. Тут есть ватер, там клозет. Ну, как я уже тут, то, блядь, зайду. Что, долго-то? Наконец-то. Вы, бля, кто таки? Мала, люди, иди. Ты все, супер, я все, запоминал. Аркадий Корнацький. Семейной агрофирме Корнацьких належит близко 16 тысяч гектаров земли. 58,5 миллионов гривен, 11 будинок и 1 квартира в Киеве. Имея составляет 0 гектар земли, дом, подлежащий сносу, уличный туалет, старай. Также Николай имеет баян и ружье, с которым Николай прекрасно проводит свободное время. А вот это наше главное здание. Тут сидят народные улюбленцы. О, то Арсений, а то Петька. Петька у нас сладкоежка. Конфеты Е? Нет. А Арсений что любит? Арсений, Арсений, по-казал, что достекает. А, вижу, догоняете его, да? Нагоняем. Опа! Опа! Да что ты срешь, для того, мне? Сижу, бля, ты срешь. Петя, иди сюда. Кінный завод из разведения чистокровных скакуней. Утримовать это все очень недешево. Это что год дает десь до трех миллионов сбитков. Это Юлька. Мечить хорошо, как оратор. А от молока стерву не дает. О, чуете, лая? То ляшка. Тому говнюку лишь бы по горланету. Что до маятки, я думаю, это тоже очень голосная назва для этой хаты, где мы с вами находимся. Насправді, она имеет размер всего на всего 14 метров на 19. Ну что, идем додому, покажу вам, как живем. Идем. Ты, мала, не стыдайся. Пошли. Давай, давай, давай. Пошли, давай. О, моя. Да у вас тут шикарный дом. Полудеревянный. Да я вижу, здесь все деревянное. Загальна вартість деревянного оздоблення, меблів і техніки за припущенням експерта сягає понад 100 тисяч доларів в США. И сколько же это все стоит? Да шо там стоит? Ліс рядом, там за пляшку можна все порешати. До речи. Кули? Это как после туалета, мы его подождали. Осторожно. Ух, нихера ця. Да вы кто такие? Ну ты и сказала бы, что с телевидением. Улюбленный вид відпочинку нардепа Розенблата – полювання. Полює переважно на велику дичину. Микола, по призванию сомелье, по натуре алкаш. Свободное время предпочитает проводить гоня чертей і соседей. Все все разом. Микола, диви яке рішку. Куди супер. Видача итальянська. Дорогое. Та яке там нахер другое за створювання там. А сколько вот этот сервант, например, стоит? Смотри, ти вже там дед заебавшими стоїть. А хобби є у вас какое-то? Я мясный ян табачный. Але на суху не граю. Мала, пішли за стил. Куди? Давайте тоже. Дорога, пішли за створювання. Та ви, блядь, шо в моей хаті нахуй робите, а, блядь? Ну што, опять? Ми ж телевиденье. Ага, телевиденье. А если что-то привезли, божрать нехер. Ну, вот, но это не вам. Это коням. Ким нахер коням? Ви, людина заможна, и вас важко здивувати каким-то подарунком. Але ми хотіли здивувати ваших коней, тому приготували подарунки для них. Но я-то подготовился. Пустыми руками не могли приїхати? Ну, что еще можно провести до Житомир из Киева, кроме Киевского тор? Хорошо. О, старый, ты знаешь толк. Сегодня мы провели трэш-тестирование Миколы. Где-то он был честен с нами, где-то не очень. Было иногда даже страшно. Но в итоге мы вам показали, как живет обычный народ. И это полный трэш. Еще раз давайте. Продолжение следует...